Рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня, дамы и господа, мы приехали вот в этот замечательный дом 160 квадратных метров, который располагается у нас на улице Владимировская. Это у нас район Верхневеселый. Дом 160 квадратных метров с бассейном. Здесь не очень большая территория, порядка около 3,5 соток земли. Вот в окружении получается вот такого уже поселка с построенными одинаковыми хай-теками. Сейчас мы вам покажем, какие у нас здесь происходят ремонтные работы, потому что мы готовы, уже получили планировку со штукатуренными стенами. Теперь мы можем понимать, насколько просторные получились комнаты, санузлы и так далее. Пойдемте. Это у нас входная дверь, сделанная из металлопластика. И заходя в дом, вы сразу, наверное, можете увидеть, насколько высокие здесь потолки. Высота потолков здесь составляет на первом, на втором этаже 3,50. То есть это очень высокий, просторный получился дом. С этой стороны у нас здесь санузел. Штукатурили цементной штукатуркой. По остальным мы штукатурили именно гипсовой. Вот. Далее у нас здесь лестничный марш на второй уровень. Также мы все заштукатурили с уголками и низ в том числе. То есть ребята молодцы, постарались. Все пространства, которые у нас есть, вплоть до вон там вот, вот этой вот части лестницы, все ребята там заштукатурили. Здесь будет гардеробная, но потом уже мы увидим, когда будет более ясно. Часть гостиной и часть, переходящая у нас в просторную кухню. И также гостиная с видом на бассейн. Тоже все заштукатурено. Весь какой-то лишний мусор мы отсюда вывезли. Дом уже с подключенным газом. То есть также мы будем делать водяной контур отопления. Вы это все увидите уже после того, как мы здесь сделаем электрику. Ну, в принципе, можно подниматься на второй этаж, где очень получились вот такие классные спальные комнаты. Так, мы поднялись на второй этаж. И давайте посмотрим, какая у нас одна из спален. С большим панорамным окном в пол. Здесь даже со второго этажа вид вот такой вот классный на горы. Сейчас мы поднимемся, когда выше на третий уровень. Вы увидите, какая там панорама с эксплуатируемой кровлей. И как там здорово. Нестандартные у нас высокие будут двери. Как вы видите, где-то два с половиной метра везде. Но с такими потолками, 3,50, стандартная дверь будет смотреться, к сожалению, не очень. Еще одна большая просторная спальня. Здесь присутствует огромный большой балкон, на котором могут посидеть наши заказчики. Когда это все будет сделано в кафеле, все красиво, круто. Можно даже будет вечером там с ротанговой мебелью посидеть, может быть, полюбоваться морем. Тоже просторная получилась. Комната. Вот что мне понравилось в этом доме, заказчик не стал мельчить. То есть многие наделают лишних каких-то комнат, с непонятной какой-то планировкой. Это ужасно будет смотреться. Особенно, когда такие дома здесь с ремонтом продаются по 80 миллионов рублей. Без ремонта продается здесь 1,50 миллионов. Это так, в Черновом. В общем, еще одна, получается, спальная комната. Здесь выхода на балкон нету, но тоже, получается, светлая, южная. Вид на море тут есть. Он частично загораживает вот этим домом, но все равно панорама очень красивая. И давайте я вам покажу. Немножко у нас здесь провода мешают. Просторный, смотрите, какой санузел. Гляньте, просто отличный по планировке. Получается с окнами. Одно окно, второе. Все вот эти стекла можно заменить на матовые, ничего не будет видно. Но то, что когда есть возможность для проветривания влажного помещения, и причем это окна достаточно хорошие, алюминиевый профиль, это вот очень здорово. На такой большой дом просторную такую ванную комнату делают правильно. Еще пойдемте теперь на третий этаж, потому что там очень интересно. На третьем уровне здесь у нас высота потолков уже стандартная, 3 метра. Здесь ребята еще не стали штукатурить. Почему? Потому что вот это вот помещение будет сделана сауна. Прикиньте, у вас на третьем этаже есть возможность сауны. Сейчас мы выйдем на эксплуатированную кровлю, где есть будущая зона отдыха, которую делают также соседи. И здесь будут демонтироваться блоки и вставляться оконный проем специальный, который выдерживает температуру, чтобы в сауне, так сказать, любоваться видом на море. Пойдемте смотреть, какой он здесь будет. То есть вот, грубо говоря, вот этой стенки не будет. И будет прямой вот такой вот вид, бомбический, на море. И соответствующая зона отдыха здесь в будущем тоже будет распланирована. Кто-то из соседей делает душевую наверху, зоны барбекю устанавливает какие-то шезлонги и так далее. Вот это вы можете обратить внимание, как, например, сделали вот здесь вот соседи. То есть вот есть сосед, который просто пока кафелем все это сделал, а есть те соседи, у которых он уже... Есть качели, столы. Немножко нам отсюда видно, как сделали соседи уже зону отдыха. В общем, дом такой непростой, очень интересный. Я вам скажу, ремонт дома, он действительно отличается от ремонта квартиры. В квартире все стандартно. Есть стандартные коммуникации, есть, возможно, уже... Ну, пусть даже если газовый котел, это все уже подводки есть. Здесь отдельная газовая котельная. От отдельной газовой котельной нужно заводить полностью всю инженерику всю. Для дома необходимо по электрике более углубленно все это делать, потому что где-то подсветка есть, вы можете обратить внимание, около дома, где-то есть автоматические ворота, нужна какая-то беседка. То есть вот на это все нужно уделить внимание при разработке планировочного решения, при разработке энергии всех вот этих вот инженерных сетей. Поэтому он немножко отличается от обычной квартиры. Но огромный плюс, вы знаете, в доме это то, что можно делать без выходных и праздничные дни. Вот работать в своем доме, ремонт делать в доме, это очень круто. В общем, вот такой у нас получился обзор на вот этот вот коттеджный поселок. Если вас заинтересовал вопрос ремонта, то звоните к нам и оставайтесь с нами на канале. Всем доброго дня! Сегодня у меня насыщенный день, много доставок, много приемов чистового материала. Начнем мы с приема сантехники и доставки ЖК Фрукт. Поехали! Приятного просмотра! Угу, все отлично. Вот это у нас санитаз. Пленочки, да, все? Угу, все хорошо. Все, едет в тыльную сторону. Все хорошо. Проверяем комплектность с инсталяцией. Абрикос 49, здесь у нас еще идет черновый этап. Привезли инсталляцию, ванну и унитаз был куплен собственниками. Вот такая красота в гараж. Далее мы едем в Дагомыс. Там у нас прием плитки и сантехнику. А вечером уже вернемся обратно во Фрукты. Нам привезут межкомнатные двери на два объекта. Привезли сантехнику. Это ограждение, унитаз и все остальное. И плитку. Сам узел. Да, еще есть у нас кварц. Плитка у нас 60 на 60. Сейчас все выгрузим и будем проверять сантехнику. В каком пришло оно состоянии. Так, проверили всю сантехнику. Зеркало. Все углы посмотрели, что целые. Все, можно заносить. Так, подняли плитку. Сантехнику. Мастер уже завез инструменты. Все, начинаем чистовой ремонт. Так, поздний вечер. Жилой комплекс Фрукты. Привезли нам железную дверь. Весом килограмм сколько? 120? 120, да? 150. Куча доборов всяких. Так, это у нас встроенные межкомнатные. Здесь тоже встроенные. Короче, куча дверей. Сейчас будем все принимать. Так, сразу же осматриваю все двери. Чтобы у нас упаковка была целая. Ни царапин, ни вмятин. Ничего не было. Слива 92-я квартира. Привезли смеси. Плитку. Двери. Одну дверь будет завтра менять. Также у нас приехал теплый пол. Торморегуляторы. Трап. Под плитку. И фурнитура. Ну и последняя доставка на сегодня. 30-я квартира. Корпус слива. Четыре двери. Две семидесятки. Две восьмидесятки. Доборы, наличка. Коробки. И вся фурнитура. Замки, петли, завертки, ручки. Здесь у нас уже почти закончен ремонт. Поклеены обои. Сделана сантехника, плитка. И осталось натянуть потолки. И установить межкомнатные двери. На этом, друзья, на сегодня все. Все, всем пока. До новых встреч. Ждем ваших звонков. Ждем ваших объектов. С удовольствием поможем сделать вам ремонт. Ну и купить, продать, сдать квартиру. Все, всем пока. Так, вот такие у нас, ребята, сегодня дела, рабочие моменты. Звоните, пишите, если вас интересует ремонт. Если у вас, например, есть квартиры, которые необходимо сдать, в том числе, у нас есть доверительное управление, мы уже не раз об этом говорили. Квартиры сейчас очень хорошо снимаются, сдаются. У нас, например, сейчас все квартиры, которые были на доверительном управлении, уже все сданы. Поэтому, если вы интересуетесь что-то снять, к сожалению, нет. Но если у вас есть что сдать, то мы с удовольствием вам поможем. Планировочное решение мы делаем в подарок. Напомню, что у нас черновой ремонт стоит 16 тысяч за квадратный метр в месяц с материалами. Вот, то есть ничего докупать вам не нужно будет, разве что какую-то часть дополнительных работ в виде там коллекторов и так далее. Но это тоже обсуждается при индивидуальном ремонте. Все, хорошего, правильного вам ремонта. Удачи, пока.